Девушки отдыхают Девушки отдыхают Слишком много историй Поэтому многие считают, что великий марш Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне был отправной точкой... Джек! Мои уроки гражданского права. Что, слишком нудные для тебя, Джек? Ну, эм... Да? Вздохнули! Все вздохнули! Я просто не понимаю, почему нам нужно учить эту нудную туфту. Почему мне должно быть интересно? Мне что, 8 лет, мать вашу? Я слышал, что маленький жирный пацан считает, что ему не нужно изучать историю! Да, это я. И чё ты мне сделаешь? Ну, худым я тебя точно не сделаю. Но сделаю тебя не таким тупым! За мной! Ты типа педофилы или чё? Я призрак прошлого! Я покажу тебе историческую борьбу за равенство! И глупости твоих предков, из-за которых тебе станет... Очень... Нехорошо! Теперь... Полезай в мой фургон! Я даже не знаю... Там внутри конфеты! Да! Узри! Все ужасы игнорируемого прошлого! Ну, не знаю, это выглядит довольно неплохо. А ты присмотрись, Джек! Вон там вот! Цветной фонтанчик? Как Фанта? Нет, Джек! Не как Фанта! Есть и другой фонтан, только для белых! Только белых? Как отбеливатель? Нет, Джек! Не как отбеливатель! Это разделённое общество! Крутое сообщество? А у них есть гольф? Нет, Джек! Не... Видишь того парня? Это я? Из будущего? Это твой дедушка! Блядь, чтоб тебе коро... Ладно, ладно, я справлюсь. Ладно, позволь мне тебе всё на пальцах объяснить. Твой дедушка ждёт автобуса, чтобы поехать в колледж исполнять свои мечты! Заметил, что все в этом автобусе тоже белые? Все кроме одного! Что? Это... это бессмысленно! Как и само неравенство! Но зачем? Это... это... что? Но это ещё не самое плохое! Смотри! Скорее бы до универа доехать! Такое правосудие волнами влияет на историю, Джек! Историю? Но это сейчас! Я не жил в истории! Меня это не касается! Меня... меня... Не текущего, но меня из... Про... ну, короче... Заткнись! Чтобы показать, как это тебя касается, нам нужен другой призрак! А я только призрак прошлого! Как-то всё слишком уж запутано! Не обвиняй меня! Не я правила придумал! Хуев Чарльз Диккенс! Ну чё, уже восстановилось? Дай проверю! Да, всё появилось! Наконец-то! Богом клянусь, что инсульт поймаю, если Wi-Fi снова вылезет! Ха-ха! В любом случае, спасибо за твою помощь, барсук-яйца-на-сук! Ты лучший айтишник, который у нас был! Даже если твои методы слегка... Нестандартные! Да, нестандартные! Благословенный покой не сходит на меня, когда я понимаю, что смог быть вам полезен в час вашей нужды! Эти несчастья всё ещё будут преследовать вас! Да-да-да, ну что, ты на какой линии? Щёлку вызов, а потом семёрку, верно? Стоп, или конференцию, а потом вызов, или... Кто это вообще придумал, а? Когда придёт время, вы можете призвать меня, связавшись с братом-лисицей. Шепните ему секретное слово на ухо, и он вас проведёт через все тропы. Под взором моих предков, что звёздами сияют с ночного неба. Он приведёт вас за помощью к сестре-лучнику. А она на третью ночь после большой полной луны, в сезон жатвы, благословит поля кукурузы своим взором. Затем она вдохнёт в свои мощные лёгкие все озёра и все реки, и выплеснет к вашим ногам. Внутри лосося вы найдёте флешку со всеми дровами и всем софтом, которые нужны, чтобы обновить прошивку, которую я поставил на ваш Wi-Fi роутер. Прощайте! А можете просто включить и выключить несколько раз? Чё, блядь, это было? Что? Зачем ты вернул меня назад в мою школу? Я вернул тебя не в твою школу! Хорошо, мальчики и девочки, садитесь. Время урока математики. Блин, мелок закончился. Теперь мы никогда не узнаем ответ. Я знаю, дети. Я тоже хотел бы узнать ответ. Чё тут происходит, призрак? Куда делся тот другой? Занят важными делами по ту сторону. Я призрак настоящего. Почему у них нет мелков и парт? Да потому что у них денег нет. Проблемы с финансированием. Парты. Да некоторые из них даже не едят. Да, но есть учебники, так что... Да они устарели ещё в прошлом тысячелетии. Но у них же есть географические карты, остальное... 18 века. Но есть калькуляторы. Работают только до семёрки. Ты только на их глобус глянь. Как бы я хотел класс без привидений. Так, все быстренько отошли от привидения. Не лезьте на рожёны. Воу. У них нет и шанса стать такими же образованными, как я. Но есть шансы стать вообще никем. Я знаю! А ещё больше шансов сдохнуть от голода или какой-нибудь болезни. Прошу прощения. Ты извини за это. Но мы же можем всё это изменить, не так ли, призрак? А будущее? Для этого нужен третий призрак. Отправь меня туда. Вообще-то я чутка занят. Я вызову такси. Ты должен мне помочь. Ясное дело, чел. Я призрак будущего. Я покажу тебе будущее, которое настанет. Потому что мы тут. В будущем. Я уже в курсе, как всё устроено. Просто делай, что нужно. Давай. Ладно, парень, это вон там, господи. Дети, знаю, что мы сейчас на мели, но я немного экономил, и уж этот Новый Год мы точно отметим. Я сейчас куплю нашу первую рождественскую индейку. Папа, ты лучший! Я покупаю каждую индейку, которая у вас есть. Это кто? Это мой дед? Что? Нет, братан. Мы же в будущем. Боже, всемогущий! Чем эти два призрака занима... Эээ, ладно. Ты, Джек. Ты из будущего. Вот блин. А я себя разбаловал. Ты долго к этому шёл, Джек? На кой мне все эти индейки? Вы извините, сэр. Я был водителем автобуса и только что вышел из тюрьмы. Можете мне немного еды дать? Всё, что угодно. Сэр, простите вы за это. С Рождеством. Нет. Нет, не может быть. Нахрена мне столько индейек? Нахрена я их купил? У меня их целая куча, я и так уже жирноват. Потому что ты и есть индейка. Хуёвая. Не потому что хочешь, а потому что можешь. Привилегированный ты жадоёба. Я Джек. Я знаю, что я сказал. А что это значит, при... Привилегированный? Ты стоишь выше в обществе, чем другие люди. Если бы жизнь была гонкой, ты бы стартовал почти у финиша. Нет. Быть этого не может. Так нечестно. Это худшее будущее из возможных. Ну с этим бы я поспорил. В моём будущем я, блядь, призрак. А это нихуя не круто. А дальше что? Что с моим будущим будущим? Так, блядь, давай пойдём в будущее и узнаем это. А как далеко в будущее мы отправимся? На час. Мы здесь! В будущем! О нет! Похоже, у него было слишком много привилегий. Ага. Какой позор! Нет, 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 я не хочу такого будущего, призрак. Хочу назад, прошу. Нет, верни меня, умоляю. Призрак, прошу, я хочу. Я больше никогда не буду есть. Ты что, снова спал на уроке? Сколько раз я должен тебе повторять? Бла-бла-бла-бла-бла. Джек, ты куда собрался? Эй ты, какой сейчас месяц? Месяц чёрной истории, сэр. Ещё не поздно. Не беспокойтесь, детишки. У меня теперь шансов и привилегий на всех хватит. Ты, молодой жеребец, покинешь эти стены, забрав с собой все эти вещи, место которых во вселенной уже найдено. Перешогнув эту линию, ты будешь словно койот, который забрёл на ферму без разрешения. Эээ, что? Ты воруешь у школы, и мой долг, как дух охраняющего эту школу, не позволит тебе этого сделать. Ой, да ладно, это не кража. Я просто... Я просто хочу дать нищим школам эти крутые штуки, которых у нас полно. Штуки, которых у них нет. Штуки, которые они заслужили. Ясно. Послушай мою историю, Джек. Когда я был маленьким, то у меня не было школы. Весь мир был моей школой. У меня не было учителя, но природа была моим учителем. Мои родители бросили меня в день рождения только с картонной коробкой. И именно тогда матушка-земля меня приняла, чтобы вырастить. Брат Бобер научил меня читать и писать. Я выучился истории математики у выдры и армадилы. Я изучал движения рек и музыку ветра. А все остальное я выучил у матери духа Википедии. Ссылки на ней довольно полезны. Видишь ли, юноша, знания идут не от дорогих игрушек или технологий. Они идут... Их главус плаский. Больше ни слова. Спасибо, барсук-яйца-на-сук. Барсук-яйца-на-сук. Что происходит? Это твоих рук дело. Моих и моих друзей-животных. Возможно, кого-то мои действия опечалят. Но они направлены на благое дело. Те фрукты, зерна которых мы только что заложили, будут... фрукты... фрукты множества зрелых умов. Ты уволен. Ты меня слышал? Уволен, барсук-яйца-на-сук. Вали, вали отсюда, или копов вызову. Ну и славно. Я уйду. Я уйду туда, где образование течет словно река. Где только самые сильные смогут устоять под его потоком. Те, кто откроют свое сердце для самых истинных помыслов. Где не идет дождь и нет нужды в зонтике. Я буду видеть птицам гнезда. Хотя они и сами неплохо справляются. Хорошо запомни мой урок. Будь добрым, внимательным, щедрым. А еще щелкай безопасное извлечение перед тем, как вынимать флешку из USB разъема. Прощайте! Ах да. А еще я все пароли поменял, так что удачи с имейлами, мудак. А интернет-то снова пропал. Мне грустно об этом вам сообщать, но... Последнюю серию второго сезона перевел Анаранд. Озвучили Анаранд и Санджи. При поддержке подписчиков фабрика Цианид и счастья ВКонтакте. За это горькое событие спасибо... Паше и Дане. Ну и под конец перейдем к более... К более добрым новостям. С Новым годом вас, малые. С Новым годом вас, малые. С Новым годом вас, малые. С Новым годом вас, малые.